В республике Коми вывели картофель, который готов к выращиванию в промышленных масштабах. Речь идет о сорте зырянец. Над ним селекционеры республики работали более 10 лет. Картофель, устойчивый к северному климату, может стать брендом региона. Ученые планируют рекомендовать его сельхозорганизациям, а семенной материал размножить до промышленных объемов. При этом селекционеры продолжают удивлять новыми разработками. На столе шесть образцов картофеля. Кроме знакомых всем у Дачи и Невского, здесь и будущие фавориты дачников. По крайней мере, на это надеется селекционер Павел Конкин. Говорит о том, что это достойные образцы можно судить даже по внешним признакам. Уже легендарный в коме зырянец пролежал в таком виде три часа и даже не потемнел. Это говорит о его устойчивости к механическим повреждениям. Кроме того, он не боится бактерий. И это можно легко проверить. Ложишь его вот так вот и оставляешь его. И через месяц, через два ты посмотришь. Но если разные клубни, если два сорта сравниваешь, ты найдешь зависимость. А некоторые внутри весь полностью он бактериями съедается. Остается только бактериальная такая пыль. Остается. Только шкурка остается. А еще зырянец славится ранним созреванием, стабильным урожаем, устойчивостью к фитофторозу и отменным вкусом. Сорт уже занесен в реестр селекционных достижений. Сейчас сотрудники института ждут патента. Дальше его логично вводить в производство. Без отклика аграриев и властей не обойтись. Город только выдерживает селекционный питомник. Впрочем, без работы ученые все равно не сидят. На очереди еще два сорта. 1603-й с рабочим названием ГЭРЦ в переводе с коми «красный» может стать любимцем не только севера, но и юга России. Ученые планируют отправить его на испытания в десятки участков, вплоть до Дальнего Востока. В 1603-й был испытан СПК «Сторожевский» на фитофторе и на урожайность. Был посажен картофель 14 июня 30 августа, где была уборка. Состояние перед самой уборкой, это вот 1603-й, ботва была зеленая, а контрольные образцы производственного посева рядом, была ботва у нас, ну даже единицы не было, была полностью погибшая. То есть высоко, данный сорт показывает очень высокую источность к хитову, в наших условиях. О коме картошки уже спрашивают столичные садоводы, однако пока селекционеру приходится отвечать отказом. Зырянец в ограниченном количестве, в местном питомнике всего около 3000 клубней. А это одноклубневки, объекты будущих испытаний. Проводить их будут на полях Института сельского хозяйства. Причем процесс этот очень трудоемкий. За 10 лет из 6000 таких гибридов получилось всего 4 сорта. В одном ящике семенной материал одной пары родителей. И каждый такой клубень может в итоге стать полноценным сортом. Здесь, к примеру, скрестили орозу и русский сувенир. Получились вот такие совершенно разные гибриды. Удачные или нет, покажет урожай. Чаще всего испытуемые отсеиваются из-за неустойчивости к климату. Расти на севере могут единицы.